ну вот как я и говорила мы собрались куда собрались пока еще тоже не говорю как я вчера говорила лучше не озвучивать планы а то они сорвутся я все в том же не знаю какая погода обещают дождь и так далее поэтому сегодня еще в этом приду все постираю а ветерочек то достаточно ледяной и и и и Продолжение следует... 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 Ну и когда мы ехали, на машинах тоже было это плохо. Мы очень хотели именно вот на этот объект. Я, если честно, только благодаря интернету узнала, что есть такой вот арт-кафе Рукав. Это кафе художника-скульптора. И возле кафе у него выставлены его работы. Скульптора Рукав, Рукавишников, по-моему. Это надо сейчас, дочка придет, она мне напомнит. Ну, надеюсь, что вот оно, собственно говоря, этот объект, ради которого сегодня совершалось... Да, я с тобой согласна. Ой, как мило! Ой, одуванчики! И какой газончик, да? Вот ради этого объекта сегодняшняя... Сегодняшняя поездка... Нет, ну вообще поездка-поездка. Но этот объект для меня был самым главным в этой поездке. Помните, это изображена сцена, когда Маргарита прилетела на бал. Она прилетела на своей метле. Ее спрашивают, на чем вы сюда пожаловали, сударыня? И когда она показала... О, Рукавишников, я правильно сказала. Что? О, мамочки. Вот. И ей подали вот этот автомобиль, за рулем которого сидел грач. Грач, черный грач. Или ворон. Нет, грач, по-моему. Обратите внимание, это не просто машина. Эта машина, она как бы и птица. А это сцена, когда после бала... Помните, Воланд спросил, почему вы ничего не просите за вот это унижение, которому вы подверглись. И тогда он, в общем, я не буду долго пересказывать, все читали. И она топнула ногой и сказала, подать мне сюда моего мастера. И вот он прямо в тапочках, в халате появился в комнате Воланда. Вот она его обнимает, говорит, бедный ты мой, бедный. Это потрясающе. Это просто потрясающе. Я просто счастлива, что мы сюда добрались. И я это вижу своими глазами. Великолепная работа просто. Ну вот, следующие работы. Хочешь, не хочешь. А, кстати, вот они, где находятся, видна. Виден адрес, чтобы, если кто захочет, то сразу мог бы найти. И посмотреть, как сюда доехать или добраться пешком. А, ну земляной вал, а что я говорю? Я все, я поняла, как сюда добраться. Все здесь вот таким вот огорожено. Ну не все, а вот частично. Но мне придется все-таки туда зайти, потому что иначе не рассмотреть, что это за скульптуры. Я видела только вот эту вот голову и машину. А тут, оказывается, еще есть скульптуры. Ну вот, они все, значит, такие слегка инсталляционные. Потому что вот с этими, со всякими углублениями предусматривающими, что туда можно зайти. Может быть, покричать. Ну и сделать красивую фотку. Это тоже немаловажно. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Страшно, потому что на земляном валу везде вот такой вал. И я стою на самом, на самом, на самом откосе. Могу вот туда скатиться, поэтому вокруг обходить я не буду. Так, следующая работа. Вот такая она, страстная. И этот кокон. Ну, это жаль, что нет никакого описания. Я так понимаю, что туда вот подводят кабель. Я так понимаю, что он изнутри будет светиться. Ну, не зря ж туда бросили провода. Лесенка, туда встаешь. Наверное, тебя начинают посещать какие-то мысли. Да, и главный объект, к которому я стремилась, это, конечно, вот это вот авто. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, как вам? Я в восторге. Ай-ай-ай-ай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok